Добрый день, дорогие друзья! Мы сейчас находимся на самом просто позитивном мероприятии, которое может быть только с научной точки зрения в Казанском федеральном университете. Дело в том, что сегодня здесь проходит форум про наука, и каждый институт выставил такой свой небольшой павильончик, где вы можете узнать, чем занимаются их студенты и как они обычно проводят свободное время. В нашем же случае телеканал Универ ТВ вместе с институтом... А какой у нас институт? Социально-философские науки и массовые коммуникации, конечно же. Вместе с этим чудесным институтом мы выставили свой павильон, где каждый может почувствовать себя настоящей телезвездой. Вот этот вот чудесный микрофончик вы берете в руку и рассказываете все, что вы думаете о нашем университете, ну, естественно, только позитивное. Я очень люблю свой университет. Почему? Потому что в стенах нашего университета запечаталась история. Я хожу в университет действительно с удовольствием. Каждый день прохожу мимо чудесной сковородки и радуюсь здесь молодости, студенчеству и жизни. Я считаю, что все идеи классные у нашего замечательного института, но мне не надо становиться звездой, потому что мне кажется, что я прямо родилась ей. Но в любом случае мне хочется поделиться, что вчера был марафон, я первый раз пробежала 10 километров и в очередной раз себя еще раз почувствовала звездой. Это неповторимое ощущение, это здоровье, это самосовершенствование. Звездам это важно. Привет! Меня зовут Эльвина. Я учусь в Казанском федеральном университете, в Институте психологии и образования, на факультете клинической психологии. И больше всего в нашем институте мне нравится то, что мы можем изучать совершенно разные направления наук, такие как анатомия и обычная психология и нейропсихология. И я иногда немножко чувствую себя врачом. Это мне очень нравится в нашем институте. Еще я хожу сюда в высотку и я учусь на английском, на переводчиках в сфере профессиональных коммуникаций. Это мне тоже очень нравится, потому что я развиваюсь в том направлении, на котором я учусь в основном, и получаю дополнительное образование. Меня зовут Светлана Шехединова, я заведующая кафедрой журналистики. Я закончила отделение журналистики Казанского университета в прошлом веке и нисколько об этом не желаю. У нас крутой факультет был всегда, и им и остается. Несмотря на то, что сейчас о журналистике говорят, как будто бы умирающей профессии, на самом деле слухи о смерти ее очень преувеличены. Она появляется в новых форматах, и эти форматы самые современные. Если вы поступите на наше отделение, то вы будете всегда на острие всех новинок, которые происходят в медиасфере. И вы всегда будете держать руку на самых горячих новостях, и будете разбираться в этом профессионально. Не дадите повода для того, чтобы вам вешали лапшу на уши. Я думаю, это круто. Поступайте на наше отделение, и вы не пожалеете. Всем привет! Меня зовут Мишанина Алиса. Я приехала из города Салават, республики Башкортостан. А сейчас обучаюсь в экономии. Эконом-чемпион на специальности экономическая безопасность. И я могу с уверенностью заявить, что этот учебный год был самым лучшим в моей жизни, потому что наш университет открывает просто неизгладимые возможности. Накладывает такой отпечаток на твою жизнь, что я уверена, я буду помнить свои студенческие годы до конца жизни. И я всем сердцем, всей душой горжусь, что я учусь в этом университете. Эконом, я с тобой, я за тебя, я тебя очень сильно люблю. Я учусь в Близи Войн Мира, студентка третьего курса Института психологии и образования. Я всех приветствую на про-ноучек ФУ. Сегодня прекрасная атмосфера. Все институты подготовили свои какие-то номера. Наш институт подготовил сегодня очень интересную и познавательную викторину, где самые лучшие будущие учителя проведут вас в мир педагогики, расскажут о том, как надо преподавать, и сделать это очень ярко и весело. Меня зовут Бутяева Настя, я студентка первого курса Института психологии и образования. И у меня неделю назад сестра вышла замуж. Всем привет, меня зовут Набиульна Алсу, и я студентка третьего курса Института психологии и образования. Я хочу сказать, что мы проведем сегодня интересную викторину, где вы погрузитесь в мир педагогики, и начнете понимать, как же нам, учителям, быть, и как мы будем учителями. А вы узнаете, что такое учитель, педагогика и психология, и как управлять своей жизнью и учениками. Меня зовут Иванова Майя, мне пять лет. Мама, зачем мне это нужно? Мама, быть тихой и послушной. Мама, от этого сраю я. Эти учебники и ноты, эти компьютеры и счеты, видно, влияют плохо на меня. А мне бы петь и танцевать, а мне бы прыгать и скакать, собрать подружек полный дом, перевернуть, перевернуть дом верну, родиться знает и зануд, стоять за собственных причуд, самозводить честной народ и никаких заборов. Всем привет! Мы студентки Казанского федерального университета Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Мы учимся на первом курсе телевидения и очень ждем окончания сессии. Всем привет! Я из Кита. Меня зовут Ли. Хао Пэн. Можешь назвать меня Ли? Я учился в Казани уже два года. Нет. Расскажи, что тебе нравится в институте, где ты учишься. Чего мне нравится? Здравствуйте, меня зовут Храмова Евгения Валерьевна. Я кандидат политических наук, доцент кафедры конфликтологии Казанского федерального университета, Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Мне нравится здесь работать, мне нравятся наши студенты, мне нравится университет, потому что университет самый крутой. Почему университет самый крутой? Потому что он самый крутой! А, здрасьте. Меня зовут Кирилл. Я только что отучился, почти отучился на первом курсе рекламы связи с общественностью в КФУ. Меня, в принципе, все устраивает. Я прям, знаете, вот когда поступил, когда отучился, понял, что во мне начал пробуждаться настоящий креатив. И с тех пор я каждое утро обливаюсь масляной краской. Потом, знаете, я понял, что... Вот я сейчас хожу на рыбалку, и когда я делаю сетки в рыболовных дырках, я понимаю, что дырок становится меньше. И это для меня просто прекрасно. И йогурт я ем исключительно палочками для суши. Спасибо большое. Доброе утро, мой зовут Махмуд Шахин. Я учусь в КФУ, делаю мою мастерс в Экономическом институте. И последняя часть, когда я учился в таком мероприятии, это было в венте, которое было очень интересным. И даже я, myself, participаю в лекарствах английского. Но эта часть, я больше счастлив, даже если я не участвовал, но я больше счастлив, потому что это, как в суток, на улице, это очень красиво. Очень красивые люди, все счастливы, все смирает. Так что я чувствую себя прекрасно. Спасибо большое. И я надеюсь, что вы учете в ваших мероприятиях. Спасибо большое. Галина Николаевна Тараносова, Марина Германа-Лилявская. Мы из Тольятти, из Тольяттинского государственного университета. Мы приехали к вам на очень значимый педагогический форум. И мы, конечно же, пришли сюда на ночь открытий, потому что у нас в Тольятти очень высоко, тут достижения казанцев. Наши ребята из Тольятти просто выстраиваются в шеренгу, чтобы ехать, поступать и учиться именно в Казани. И у нас некая просто белая зависть. И мы приехали, чтобы посмотреть, ну что такое вы делаете в Казани, что вы стали такие блистательные. С чем мы вас поздравляем? Очень любим ваш город давно. Я была здесь в 1972 году на повышение квалификации. И вся моя жизнь озарена любовью к Казани с тем пор. Спасибо. Ну, а я могу сказать еще, что Казань – город моего детства. Здесь жили мои дядя и тетя. Я приезжала к ним в гости. Вот сейчас я приехала на педагогический форум. Мне здесь очень нравится. В Казани многое изменилось со времен моего детства. Спасибо вам. Здравствуйте, меня зовут Диана. И я хочу сказать, чтобы вы любили этот мир. Потому что главное в этой жизни – это моменты жизни. И нужно трудиться. Очень сильно трудиться, чтобы достичь своей мечты. Ведь мечта – это самое главное в жизни. Добрый день. Меня зовут Сафин Рушан. Я ученик 10 класса 83 лицея. Вот сейчас подходит конец 10 класса. Учебы практически нет. В мае мы отдыхаем, как и весь 10 класс. Практически отдыхали. В общем, кайфуем, отдыхаем, живем. Ждем университетской жизни. Кстати говоря, я очень много раз выступал за КФУ. Танцевал из-за Юрфак, из-за других факультетов танцевал. В университете как свой человек. Ну и в КФУ мне вообще нравится танцевать и выступать. Здравствуйте, меня зовут Никита Чершинцев. Ученик 83 лицея. Только что, можно сказать, окончил 10 класс. В общем и целом, я очень доволен. Хожу в КФУ на малый университет. Выдали сертификат. Я очень рад, что успешно окончил его. И всем очень советую, чтобы побольше людей приходило на курсы малого университета. Это очень сильно расширяет кругозор и помогает в будущем. Привет, меня зовут Сабина. Я студентка КФУ. Институт экономики и управления финансов. Передаю всем привет. Я обожаю свой вуз. И... Диму. Я просто фамилии не запомнила. Короче, я всех люблю. Всем привет. Меня зовут Альмира. И я передаю привет своему любимому институту ИМОИФ. Меня зовут Аня. А я Дмитрий. Я хочу попросить прощения своей одногруппнице Лены. Лена, я тебя очень сильно люблю. И передать привет маме с папой. Значит, Роман Баканов, Казанский университет. КФУ, Казанский университет, это круто. Почему? Потому что сюда приходит много абитуриентов. Здесь очень много народу. Здесь все время веселая атмосфера. Здесь, между прочим, можно участвовать в студенческой весне, вне первокурсника. Здесь можно играть в футбол. Здесь еще иногда даже можно учиться, товарищи. Учиться это на самом деле тоже интересно, весело, легко, тяжело. Я вот сейчас, например, своих двух одногруппников встретил, как это ни странно. И такое бывает. Поэтому Казанский университет, это интересно. Казанский университет, это самое главное студенческий подход. Это весело, это жизненно, это даже качественные, интересные знания. Я думаю, что стоит быть студентом Казанского федерального университета, высшая школа журналистики и медиакоммуникации, только потому, что она есть. Но и только потому, что здесь работают такие интересные преподаватели, как Александр Фирсов, Роман Полинсков, ну иногда и я тоже. Поэтому приходите все сюда, приходите. Вон Альфред Ильдарович что-то фотографирует, но мы от него отвлекаться не будем. В общем, вот так, товарищи. Всех с праздником, всех с днем рождения университета, который бывает 17 числа, ну в смысле 17 ноября. А сегодня у нас другие праздники, ночь открытий. Спасибо. Привет, меня зовут Роберт, я учусь в снимке. Меня зовут Ксения, я учусь в МАИФ. Раньше она училась на теологии, но так как ей не понравилась теология, она перевелась на культурологию. Да. Путин, сделай, пожалуйста, новую открытую. А я коплю мыльные обмылки, чтобы делать из них пузыри. Да. Да. Да, поступайте в КФУ, потому что тут есть бесплатный Wi-Fi. Да. А еще, если подключиться к нему через Куки, можно собрать пароль твоих одногруппников. А еще очень добрые тетки в фудкорте, которые всегда спрашивают, какая водичка тебе нужна. Да, еще очень дружный коллектив, мы всех любим. Да, а еще есть теологи, только ради теологов стоит поступать. Да. Привет, меня зовут Евгения Солнц, я руководитель проекта «Умная Казань», и мы рады быть частью этого чудесного фестиваля науки. Про наука всегда зовет нас, а мы всегда с радостью приходим. Здесь мы будем рассказывать очень интересную лекцию с викториной про великие научные открытия. Всех ждем к нам, и будем рады немножечко просветить вас. Спасибо. Меня зовут Арестова Катя. Меня зовут Дарья. Не надо так выполняться, нормально. Ладно, хорошо, приглашаем всех учиться в Институт международных отношений и истории востоковедения. Обязательно на китайский язык. Самый лучший институт, самый лучший язык китайский. Ура! Все учим. Здравствуйте, меня зовут Маргарита, и я приглашаю вас всех в музей Лубачевского. Почему нам надо попасть в музей Лубачевского? Что там такого? Ой, вы увидите интересные экспонаты, посвященные жизни и деятельности Николая Ивановича Лубачевского. Приветик. Мы из консерватории. Сюда нечаянно загрянули. Здесь такая классная фосфера. Вообще супер всем организаторам. Знаете, на завтра угадай-ка. Мы хотим передать привет нашему педагогу по истории зарубежной музыки, Житковой Ольге Владимировне. И почему-то мне сегодня такое странное, неутешающее пожелание попалось. Ну прям вообще плакать хочется. Все. Привет. Меня зовут Илья. Я понятия не имею, что говорить. Меня только что поймали и поставили перед камерой. Ну спасибо за эту возможность выступить и сказать пару слов. Я студент физфака. Очень рада быть студентом КФУ. Особенно, в частности, физфака. Это очень крутое место. Ребята, поступайте. Здесь на физфаке творят очень классные вещи. Штуки. Да. Ништячки. Спасибо. Я Ненецкий Николай. Обучаюсь в восьмом классе IT-лицей КФУ. Занимаюсь олимпиадным направлением в данном лице. Мне он очень нравится, потому что в данном лице мы имеем очень широкие возможности для того, чтобы заниматься и проектами, и олимпиадной деятельностью. Именно поэтому я всем рекомендую поступать в IT-лицей КФУ. Дорогие друзья, я доцент кафедры конфликтологии Казанского федерального университета. Зовут меня Иванов Андрей Валерьевич. Казанский университет – это замечательный бренд. Огромное количество научных направлений, научных открытий, огромное количество образовательных программ. И одна из образовательных программ очень интересная – это конфликтология. То есть, если вы хотите знать и разбираться в семейных конфликтах, в религиозных и политических конфликтах, милости просим на кафедру конфликтологии, где вас обучат различным технологиям предотвращения и профилактики конфликтологии конфликтов и научат медиации. Спасибо за внимание. Всем привет! Я Курамшин Аркадий Искандерович, доцент Химического института Казанского федерального университета. А также автор научно-популярных книг по химии, научный журналист и ведущий БИМ-радио. Что хочу сказать. Наука – это не то чудище, которое приходит ночью. Наука – это то, что отгоняет демонов, идущих к нам из тьмы. Наука – это свет, который озаряет нашу жизнь. Поэтому надо заниматься наукой, это круто. Надо развивать все критическое мышление, даже если вы не хотите заниматься наукой, потому что вам будет проще жить. Вы научитесь понимать, стоит ли вам на что-то тратить деньги или нет, стоит ли чем-то заниматься или нет. И вообще, чем больше человек в нашем мире знает, тем он более устойчив к нему. Всем всего хорошего! Меня зовут Айнудинова Ирина Наилевна. Я доктор педагогических наук. Работаю в Институте международных отношений. И очень люблю свой университет. Сегодня после занятий выходим. Тут такое радостное событие. День открытий. На самом деле, замечательное совершенно событие. Мы даже не ожидали. Мы просто погрузились в эту обстановку и не можем уйти отсюда уже, по-моему, больше двух часов. У меня такое ощущение. Перефотографировались здесь, где можно. Посмотрели все, что угодно. Какие-то книжки получили, какие-то новые эмоции. В общем, здорово. Жалко, что не все сотрудники были в курсе. Или, может быть, они просто еще не знают, что здесь так хорошо и не пришли сюда. Я думаю, что всем бы здесь понравилось. Потому что знать – это одно. Уметь – это другое. Иметь навык общения – это третье. Приходите на день открытия, на день ночи, или как он там называется? Как он называется? Ночь науки называется он. Ночь науки. Ночь научных открытий. Вот так, наверное, скорее всего. Да? Отлично. Молодцы. Здорово. Вообще. Всем привет. Я Даша. Я живу возле Крымля. Самая главная проблема Куфу – то, что в универ не пускают собакой. Да. Я бы хотела спустить свою собаку на всех наших преподавателей, которые нас не любят. У меня мопс. Я Курмаев Рашид. Закончил Казанский федеральный университет, институт физической культуры. Эти самые студенческие времена, самые лучшие. Цените их. После я университета поступил на работу в структуру КФУ. И сейчас работаю также. Мы развиваемся. Все отлично. Поступайте в КФУ. Здравствуйте. Меня зовут Михайлова Дарья. Я ученица 2-го А-класса 35-го лицея. Мне очень нравится изучать космос. А особенно, как звучит космос. Моя задача сегодня – рассказать вам, как же звучит на самом деле космос. Мы привыкли к тому, что абсолютно тишины на Земле нет. Только если в специально отведенных камерах. Но как же звучит космос? То, что вы в фильмах видите – это все неправда. В космосе, если вы будете около взрыва, то вы не услышите ни звука. Почему так происходит? Потому что человеческое ухо не воспринимает эти звуки. Но ученые дошли до такой технологии, что они сделали космическую музыку. На сайте НАСА можно послушать, как звучит Солнце и остальные планеты Солнечной системы. Также воздух переносит звук. Вода переносит звук быстрее, чем воздух. А цивертое тело быстрее, чем жидкость. Ученые доказали, что музыка космоса очень расслабляет людей. И выпустили много альбомов с расслабляющей музыкой. Так я всех одно и то же спрашиваю. Расскажи, почему Казанский федеральный университет – это классно? И почему сюда надо потом поступить? Хочешь ли ты в будущем сюда поступить? Я хочу сюда поступить, потому что можно войти на хорошую профессию. И потому что здесь очень классно. Я часто хожу на Олимпиады в КФУ, и они мне очень нравятся. Здравствуйте, меня зовут Серентьева Кристина. Я ученица третьего К-класса, лицея номер 35. Что дальше? А, хорошо, доклад. Много людей летают в космос. А чем они там питаются при условиях низкой гравитации? В 1963 году в Москве открыли лабораторию, исследующее космическое питание. Интересно то, что лаборатория работает и по сей день, занимаясь новой разработкой космического питания. Полет Юрия Гагарина был относительно недолгим – 108 минут. При таком количестве времени можно было обойтись и без еды. Но главная цель полета была сделать космическое питание. Думали, что послед… сказали, что последующие запуски будут более длительными, при которых уже нельзя будет обойтись без еды. Расскажи, почему КФУ это круто? Можешь рассказать, какой? В университет. Хочешь сюда? Ну, да, потому что там, ну, умные люди учатся. Он хороший, этот КФУ. Потом на хорошую профессию поступаешь. Меня зовут Кача. Чем ты занимаешься в МГАЗе? Я начинающий видеоблогер. Блогер – это что значит? Видеоблогер. Видеоблогер. А о чем ты снимаешь? Видео у нас совершенно разные. То есть разные. Кого ты даже хочешь на вас смотреть? Катю Адушкину. А еще? А? Нет, я с блогером. Всем привет. Сегодня 21 мая. У меня день рождения. Мне подарили шарики. Спасибо. Вот такие вот шарики. Здесь очень классно. Здесь очень много лекториев и интересных программ. Все супер. Здравствуйте. Добрый день. Я Айопов Ильяс, ученик 3-го К класса, 35-го лицея. Моя тема – научная работа и космическая роль зеленых растений. Я поставил себе цели – изучить литературу по данной теме, провести опыты, выбрать методики опыта. По результату опыта объяснить, в чем заключается космическая роль зеленых растений. Растительный мир нашей планеты богат и разнообразен. Огромные пространства, воды, суши занимают растения. Каждое животное занято тем, что добывает для себя еду. Это жиры, белки и углеводы. Жизнь на земле существует благодаря энергии солнца. Но преобразовать его могут только растения. Меня зовут Искандер. Я хочу рассказать стихотворение Габдула Тукая, родное село. Нет мест красивее, такое мое слово. Здесь у холма родник бьет ледяной. И эту красоту села родного люблю всем сердцем, всей своей душой. Здесь небеса родные величавы. Пусть много я дорог исколесил, мне не забыть, как в поле погнут травы. Как радостно я жизнь здесь проводил. Здравствуйте! Нас зовут Мардан Шендомер. И Шерифуля Назар. Мы ученики 2-го А-класса, лицея номер 35. И сегодня мы хотим... Мы хотим рассказать вам о Луне, спутнике Земли. Что такое Луна? Луна, она похожа на планету. Она круглая и большая. Но это спутник нашей Земли. Влияние Луны на мировой океан. Как и у Земли, у Луны есть притяжение. Мы знаем, что Луна находится от Земли примерно 384 тысячи километров. У Луны такое большое притяжение, что она влияет на мировой океан Земли. Она притягивает к себе воду, что получается мировой прилив и отлив. И приливом и отливом называют колебание воды мирового океана. Мы взяли папье-маше и свечки. Мы хотели показать вам фазу Луны. Мы взяли папье-маше и крутили папье-маше вокруг свечки. И тем показали все фазу Луны. Ребята, вы хотите в будущем поступить в Казанскому федеральному университету? Почему, если хотите? Да, мы хотим. Потому что мы знаем, что наилучшее у него образование. Меня зовут Алексей. Сегодня я вам расскажу о том, как Путин проехал на КамАЗе по Крымскому мосту. Были ли у него права ехать на КамАЗе или же нет? У него были права на вождение машин категории «Б». И все. Да я все рассказала. 100 тысяч машин проехало по Крымскому мосту. Все были в мостах. На самом деле, я являюсь волонтером на пранауке, но тем не менее, все мои мысли направлены на мою курсовую, которая не готова. И я надеюсь, что Альвина Римовна, возможно, на смотре сейчас это видео, не поймет, что моя курсовая в итоге будет сделана за сутки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!